всем привет всем всем привет спасибо вам большое за то что вы смотрите мои вебинары и я хочу поблагодарить вас за обратную связь потому что после прошлого вебинара я также получила прекрасные ваши отзывы спасибо вам огромное и по нашей традиции хочу прочитать один великолепный отзыв спасибо алла вам за обратную связь виктория дорогая до чего же волшебно как же все таки роскошно вы все рассказали вебинаре я прямо купалась в этом эстетическом волшебстве как все прошло у вас легко и на свободном на свободных потоках вашей энергии дарящей жизни прозрение нам буду еще раз брать вебинар гуляя на природе это уже заметно я черпаю силы в том числе из ваших вебинаров они у меня на особой полке всегда открыты мне очень рада что вы есть и что вас теперь знаю я творчество во мне бурлит с новой силой как будто с цепи сорвалось ведь столько было под запретом и в непонимании его ценности как мною так и друзьями и близкими но вот это наверное есть моя цель помочь вам просто раскрыть то сокровище которые из каждом до для того чтобы вы созидали творили и открывали в себе вот эту мощь потому что сила нам дается именно тогда когда мы что-то создаем поговорим сегодня об этом тоже более подробно то что у нас тут солнце вышло в питере я прямо счастлива такой подарок ну хорошо и сегодня у нас тоже тема конечно же о творчестве о наших способностях и тем у нас такая как создавать желаемое если оно недоступно и сегодня мы начнем вебинар прямо с практического задания и я попрошу вас прямо сейчас достать свой лист бумаги либо если у вас нет бумаги под рукой вы можете написать там в телефоне ответить на такой вопрос готовы ответить на него честно не нужно думать потому что я точно знаю что вы каждый знает что что вы хотите на самом деле просто напишите вопрос такой чтобы вы сделали если бы обладали смелостью и точно знали что добьетесь успеха прямо сейчас ответьте на этот вопрос можете поставить вебинар запись вебинара на паузу и записать хорошо ну так вот давайте посмотрим почему вы все-таки до сих пор этого не сделали да в чем причина и причины они могут быть разными естественно у кого-то есть какая-то работа до которая приносит деньги на может быть вам она не не нравится да но она обеспечивает и оплачивает помогает вам оплачивать все ваши счета все ваши там удовольствия и так далее да в этом нет ничего плохого это и ну как бы такое бывает да то есть не все люди занимаются только тем что прямо им нравится да то что они любят и многие люди как бы считают что вот они такие ленивые да что вот ну не могут ничего поделать с этой ленью да и начать заниматься тем что действительно вам интересно так вот давайте немножечко разберемся с этой линии вот что это такое да правда ли вы ленивы да либо вы себе на себя просто наговариваете давайте посмотрим если взять например женскую половину да то есть вот когда вы собираетесь я не знаю куда-то на вечеринку да либо там в театр или еще куда-то вы наряжаетесь вы тратите достаточно времени да чтобы себя как-то отшикарить и в этот момент вы не являетесь нельзя сказать да что вы ленивы да либо если взять мужскую половину да я не знаю например если вы собираетесь на рыбалку да то есть вы продумываете там заранее но вы организовываете хорошую компанию место и так далее да тоже нельзя сказать что вы ленитесь да что вы ленивый человек то есть потому что вы делаете собственно говоря то что вам нравится да и вы делаете это с удовольствием но если мы возьмем например какую-то работу например вы запланировали сделать генеральную уборку дома да либо может быть написать какой-то отчет на работе естественно вам не хочется это делать да и здесь вы можете проявлять какой-то лень и вкладываете туда время да то есть вы тянете вам не хочется это начинаете это совершенно естественно но существует другой момент когда вы хотите на самом деле что-то делать и не делаете и себя вы останавливаете вот здесь важно посмотреть истинную причину да потому что многие люди себя начинают гнобить каким-то образом расстраиваются из-за этого да но нужно понимает что если у вас есть конкретное желание что-то делать вам хочется это но вы себя останавливаете и здесь есть конкретная причина вот которой мы сегодня как раз поговорим да потому что важно с этим разобраться и не корить себя не обесценивать себя да что вы какой-то там не такой способный человек как другие другие там достигают вы нет что у вас ничего не меняется в жизни да что вы там ходите по кругу и каждый год плюс-минус одно и то же да и я знаю людей которые даже происходит такое что когда они уже начинают действовать да в том направлении в котором хотелось бы да здесь тоже происходят определенные остановки и как бы человек начинает терять вот эту концентрацию да и направлять свое внимание совершенно на какие-то абсолютно неважные вещи то есть таким образом также происходят остановки то есть вы хотите да но вы себя останавливаете и вот что здесь происходит здесь есть конкретная причина и эту причину вы можете убрать этот барьер на пути вы можете убрать я сейчас вам расскажу как это сделать это очень просто и я думаю что многие из вас это знают эту технологию да и применяет может быть кто-то забывает ее применять но на самом деле лучше потратить может быть час времени но максимум два и все-таки что-то изменить глобальное жизни да чем это время растрачивает на какие-то неважные циклы или на что-то что вам не нравится да я все таки как за то чтобы вот навести этот порядок чтобы было больше счастья больше удовольствия в жизни так вот давайте посмотрим когда вы желаете что и в то же время вы себя останавливаете что происходит то есть сталкиваются две очень мощные силы да потому что сама само вот это желание и ваша мысль чтобы создать она достаточно мощная да мысль это всегда какая-то энергия и с другой стороны у вас существует другая идея да почему это сделать невозможно и вот эти две энергии они сталкиваются и я более подробно рассказываю это на своем курсе да и студенты которые проходили уже выполняли это задание но может быть хорошо будет новую единицу времени напомнить да что это очень простое упражнение практическое задание которое вы можете использовать и убрать с пути все то что вам мешает так вот когда вот эти две энергии мощные сталкиваются да происходит остановка то есть вы зависаете здесь нет происходит никакого движения да и вы откладываете вы начинаете тормозить вы начинаете вместо того чтобы как бы создавать до заниматься какими-то другими вещами так вот что вы можете сделать прямо сегодня вы можете посмотреть какой сфере вы что-то желаете но например но я не знаю может быть выйти на какой-то новый финансовый уровень жизни да ибо достичь какого-то успеха в конкретном бизнесе каком-то направлении да либо может быть как мы один знакомый очень хороший да хочет написать книгу и каждый раз когда он как бы приближается к этой цели до чего происходит установка происходило да потому что сейчас он уже применяет эту технологию уже начинает продвигаться шаг за шагом так вот вы можете сформулировать вот этот вопрос например почему я не достигаю успеха например в отношении да либо почему я не хочу зарабатывать или иметь такое количество там определенное денег да либо почему я боюсь успеха как бы стать я не знаю там художником или писателем то есть вот что произойдет такого до страшного в этом и после этого вы берете просто пишите этот вопрос и начинается писать все барьеры которые приходят к вам в голову да все возможные идеи ну например если вы хотите там финансы да свои справит такие барьеры очень часто встречаются да что деньги это зло всех денег там не заработаешь и прочие прочие вещи то есть вот все что у вас есть в разуме относительно этой темы да вы просто пишите как барьеры абсолютно все на бумагу это может быть там я не знаю там 50 барьеров у кого-то это может быть 200 у кого-то тысячи неважно здесь дело не в количестве а в том моменте когда вы действительно когда вы будете выписывать да в какой-то момент вы просто осознаете что на самом деле для вас это абсолютно реально что это действительно можно сделать да и вы можете то есть здесь нет никакого никакой сложности в спешите вот именно до того момента когда вы осознаете что окей нормально я могу этого достичь или сделать это там или создать отношения или написать книгу или начать писать картины или что вы там хотите и такая технология она очень простая не нужно сидеть в этой проблеме да и как бы и крутить это все время да то есть высвободитесь и выпишите просто все эти барьеры и начните действовать и самое главное да что не нужно себя каким-то образом обесценивать просто просто ну вот сегодня да вы можете взять посвятить себе час-два и просто выполнить это практическое задание да сегодня у нас воскресенье и завтрашнего дня с понедельника да вы уже начнете делать какие-то конкретные шаги для того чтобы изменить то что вы хотите начать приближаться к своей какой-то мечте хорошо так вот когда вы боитесь начать реализовывать какие-то ваши желания да то есть это говорит о том что вы не выработали какую-то вот свою такую безопасность то есть вы боитесь да то есть вы все таки предпочитаете быть в каком-то комфорте вот такой окружить себя такой безопасностью да и ну у всех это может быть по-разному да кто-то может знаете как вот когда люди учатся плавать да кто-то сразу прыгнуть на глубину а кто-то шаг за шагом да сначала научиться там тренироваться там где не так глубоко да потом уже шаг за шагом уже идти на глубину так вот если вы все таки предпочитаете такой комфорт не нужно прыгать в эту глубину нужно посмотреть какие-то совсем маленькие маленькие шаги которые будут для вас комфортно которые вы будете выполнять каждый день и шаг за шагом приближаться к вашей цели да то есть например если вы хотите написать роман да если вы хотите написать книгу или начать писать картину первое это просто ваше решение сделать это да далее вы можете написать все возможные действия которые вам необходимо сделать не нужно ставить здесь какой-то дедлайн то есть дату выполнения этого а просто выписать все действия которые необходимо сделать и после этого все вот эти действия поставьте в приоритетном порядке да и начните потихонечку как бы шаг за шагом это выполнять я не знаю если вы хотите написать книгу но купите себе красивый блокнот да если вы хотите писать ее от руки начните посмотрите кто из писателей вам очень нравится да то есть шаг за шагом начните читать эти книги да прочувствуйте этот стиль что вам нравится да то есть какие-то заметки начните делать то есть это это все накопление вот этих небольших шагов да они ведут к тому чтобы достичь то что вы хотите конечно здесь важно еще такой момент не нужно отказываться естественно той работы которая есть у вас сейчас от того какого-то занятия чем вы занимаетесь да то есть вы можете просто это совмещать это нормально но вы будете намного счастливее потому что вы шаг за шагом приближаетесь уже к желаемому тому что вы хотите и это начало очень больших изменений в жизни вот если например после работы или там утром рано вы будете уделять какое-то время то что то что вам нравится слушайте вся ваша жизнь она действительно изменится потому что изменится ваше состояние да ваше состояние это самое главное да то есть вы начнете становиться более целостным более удовлетворенным поэтому начните вот попробуйте это делать и вы знаете тоже хочу рассказать такую историю я когда училась на линфильме на сценариста наш преподаватель прекрасный такой дядечка и он рассказывал такую историю то есть он вообще работал бухгалтером и в какой-то момент он действительно осознал что ну да работа с цифрами как бы все хорошо это дает денег но он вообще мечтал быть сценаристом то есть ему очень нравилось писать сценарий как как он это представлял как бы это могло бы быть вот и он начал с того что он брал книги писатели которые ему очень нравятся да и просто их перепечатал он просто перепечатал эти книги для того чтобы уловить этот стиль для того чтобы понять как этот писатель создавал о чем он думал да то есть как бы прочувствовал этого создателя какие-то интересные выражения какие-то слова далее вот так шаг за шагом он начал создавать через какое-то время он смог уйти с работы его супруга очень его поддержала что тоже важно это не каждая может поддержать мужа в такой полной пока неизвестности да и через какое-то время он начал писать сценарии и сценарии стали покупать на телевидении и снимали фильмы и сериалы по его сценариям потом он начал преподавать на лимфильме продолжал писать сценарии то есть вот таким вот образом шаг за шагом достаточно в общем комфортно можно приблизиться к желаемому да то что вы реально хотите и я хочу сейчас вам еще цитату прочитать прочитать георгия гурджиева я его очень люблю очень интересного мыслителя и он пишет другой пример начинающий пианист никогда не может научиться иначе нежне понемногу если вы хотите играть без предварительной практики вы никогда не сможете играть подлинную музыку мелодии которые вы будете играть окажется какофонии заставят людей страдать и ненавидеть вас то же самое с психологическими идеями для того чтобы приобрести что-нибудь необходима длительная практика постарайтесь сначала осуществить самые небольшие вещи если вашей целью самого начала будет что-то большое вы ничего не достигнете ваши проявления будут действовать подобно какофонической музыке и вызовут у соседей ненависть к вам ну то есть то о чем мы с вами говорили да начните просто делать маленькие шаги да это будет для вас комфортно и радостно да потому что вы наконец таки пошли по своему пути и начали делать то что вам нравится то что доставляет вам удовольствие и кстати некоторые вот ну тоже вот известные люди они так вот и поступали да и альберт энштейн он работал тоже по моему клерком в патентном бюро и начал свою деятельность вот таким вот образом достиг потрясающих успехов ну вот поэтому через это проходят абсолютно все и известные люди также они начинали с каких-то небольших шагов очень много практиковались да и достигали тех высот которые они имеют сейчас и что-то я еще хотел сказать так вот когда вы уже начнете создавать уже будете на своем пути здесь есть определенные барьеры они будут появляться это естественно это нормально и на моем курсе как раз жизнь как искусство вот вся первая часть моего курса она создана таким образом чтобы вы осознали и прошли через все барьеры между вами и вашей целью да потому что я их очень хорошо знаю я сама через это проходила я общаюсь с моими клиентами с моими студентами я знаю чем встречаются люди и это не потому что вы какой-то там не талантливый или неспособный или ленивый какой-то еще это просто так создано видно да чтобы была вот такая игра у нас да то есть если у нас есть великая красивая цель наше желание естественно на пути будут определенные барьеры и на моем курсе я вас провожу через эти барьеры да чтобы вы ни в коем случае не сдавались четко понимали с чем вы имеете дело и как это преодолеть таким образом получается намного намного легче достигает то что что вы хотите так вот между вами вот вот этой целью да есть определенные страхи и эти страхи они абсолютно идентичны у каждого я сейчас хочу вам их зачитать и через эти страхи пробираются как уже люди бывалые даже да они все равно могут возникать но просто нужно понимать что это страх это не вы сами и с этим можно что-то сделать так вот страхи с которыми встречаются абсолютно все творческие люди на своем пути первое надо мной будут смеяться это абсолютно нормально да через это проходит все эта идея уже не на вас то есть когда вы что-то начинаете например писать книгу вы тут же начинаете думать а вот это уже кто-то использовал это уже кто-то придумал до меня да и так далее дальше мне нечего сказать уже все сказано да я разочарую свое окружение да то есть мое окружение подумает ну все там что с этим человеком не тогда почему без такого как бы нормального да стал таким ненормальным да что-то там захотел что-то напридумывал и начал создавать и реализованная идея поблекнет по сравнению с первоначальной задумкой да то есть как вы там себе нас создавали какую-то идею что вот это будет гениально круто круто но когда вы начинаете выполнять да то есть ощущение что вы не дотягиваете вот до той идеи которая у вас как бы некая идеальная картина это тоже нормально через это проходят абсолютно все абсолютные художники и музыканты и поэты и все создатели которые начали пошли по этому пути я хочу прочитать одну цитату архитектора леона батиста альберти итальянский архитектор который творил в 15 веке и он сказал ошибки накапливаются в эскизе и складываются в модели но лучше иметь несовершенное строение во флоренция чем замок в облаках поэтому если мы не попробуем и никогда не узнаем да и понятно что если у вас сразу не получилось какого-то крутого результата да значит тут все пропало нет то есть это на самом деле очень очень классная победа и нужно просто продолжает до шаг за шагом продолжать и еще один барьер с которыми сталкиваются люди да это относительно того что например этот проект может занять много лет да то есть много времени для кого-то как бы возраст да и вид такое значение да и люди думают что если мне там уже столько лет уже ну куда уж там начинать да но так как я уже неоднократно говорила да то есть например даже если это займет обучение да и какой-то большой проект который вы хотите достичь там год-два-три я не знаю там если вы хотите там бокалом заниматься да то есть это вообще постоянная в общем практика как как и все другие направления но вам же все равно там через пять лет будет как бы эти эти пять лет пройдут и вы уже будете существовать да но разница в том что если вы начнете прямо сейчас то за пять лет у вас точно будет уже этот результат да вы уже достигнете в другом случае вы будете просто гонять эти мысли да и потом расстраиваться что пять лет прошло а вы до сих пор не приступили да даже не попробовали будете жалеть об этом это абсолютно точно и как вот известный гольфист тоже хочу такую цитату привести он сказал каждая пропущенная тренировка отдаляет вас на день от достижения цели да то есть каждый день вы видите как время летит неделя за неделей там уже новый год у нас скоро на носу да но мы все боимся приблизиться и начать делать то что мы хотим на самом деле да и здесь можно быть очень честным и целостным собой чтобы первое сделать да что нужно это просто принять решение еще одно такое такой барьер да что многие люди говорят ой но это дорого это дорого мне заниматься тем что я хочу да но давайте посмотрим то есть если ваши какие-то элементарные базовые жизненные вещи закрыты да вы можете все таки шаг за шагом инвестировать в себя и это не знаете что сразу нужно инвестировать какие-то серьезные деньги да в какое-то творчество то есть это может быть вообще вы можете посмотреть бесплатные видео какой-то контент да вы можете купить какие-то книжки но уж всякое это я не знаю книга хорошая это стоит как ланч например да не один поход в магазин но может быть эта книга изменит абсолютно ваше состояние да и вашу вашу жизнь либо вы можете прийти попробовать например какую-то студию на какое-то бесплатное занятие да то есть но это точно не проблема в деньгах абсолютно да то есть всегда можно найти какие-то решения более реальные и воплощать уже вот эти вот действия да просто делать 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 и приближаться к мечте я как раз очень не рекомендую например вот у меня тоже есть один друг да который решил заняться профессиональной фотографии все что первое сделал он накупил какую-то дорогостоящую аппаратуру и на этом шаге конечно это делать не нужно да потому что есть более недорогие решения для практики чтобы понять насколько вообще вам это нужно да и даже сейчас например вот айфоны да какие-то последние модели они имеют настолько качественные камеры и все условия для того чтобы вы уже могли потренироваться да и создать свои шедевры вот поэтому здесь тоже надо подходить разумно да чтобы потом не жалеть и ну как бы и вот сейчас у него стоит там это аппаратура дорогостоящая да и в общем то он и не использует да потому что он использует более какие-то недорогие вещи и по поводу возраста кстати тоже хочу вам прочитать мою любимую цитату я очень люблю и многим я эту цитату читала относительно возраста и так то как человек стареет как он умирает связано с тем что он отказывается от своей свободы наблюдения и свободы выбора решения и действует на основе мысли заключения что он не может делать столько сколько он мог да когда-то там что он не может выносить столько сколько мог раньше и он приписывает это к старению он не приписывает это к тому что он становится способен выносить меньше источник старения это уме уменьшение способности выносить старение не является причиной снижения выносливости иначе говоря старение вызвано снижением способности действовать вот и все это не потому что человек не может он просто стареет потому что он верит что он не может ну то есть все у нас опять в голове да и есть люди как мы знаем да уже в таком преклонном возрасте которые достигали совершенно потрясающих результатов и об этом очень подробно мы разбираем на моем курсе да потому что на мой курс приходят люди абсолютно разного возраста да абсолютно там и 20 и 50 и 70 и больше вот и просто с возрастом да если человек плюс-минус делает одно и то же одно и то же каждый день естественно мы просто перестаем использовать свои способности да и мы теряем любознательность потому что мы как бы фиксируемся вот в этом вот в этой рутине да и мы перестаем интересоваться чем-то новым об этом мы тоже очень подробно говорим в лекции вот креативное мышление курсе и если человек направляет свое внимание на что-то новое интересуется там не просто сидит на телевизоре да и смотрит там сериалы или одни и те же фильмы плюс-минус да или общается с одним и тем же окружением естественно откуда взяться этой любознательности и мотивации что-то вообще создавать да естественно весь тренд как бы деятельность он идет вниз и человек просто угасает и я считаю наоборот если вы все-таки начнете интересоваться чем-то новым да и что-то меняет жизни у вас как бы с возрастом есть опыт вот это самое ценное и вот этот опыт поможет вам создавать и делиться своим опытом мне кажется что вот это как раз самое ценное что что мы имеем когда мы взрослеем если мы посмотрим на известных людей да я не знаю достоевский он написал братья карамазовы да когда ему есть много разных примеров известных людей которые творили создавали как в молодом возрасте да так и так и в преклонном и верди и бетховен и сезанн и матис и баланчин они все с возрастом становились еще более крутыми создателями да можно так сказать и верди например оперу фальстаф он создал где-то ему было за 80 80 или 81 год поэтому дело вообще не в возрасте абсолютно да потому что наши таланты способности они существуют и здесь дело знаете вот не том что вот у вас там нету вдохновения да и не создаете то есть творчество креативность это такой же навык который мы можем все время все время развивать поддерживать и здесь нет предела то есть вы просто тренируетесь вот так же как спор да есть люди которые там 80 лет ходят в тренажерный зал и не знаю выглядит там как как аполлон да абсолютно все реально да вот и тоже хочу вам привести привести цитату джули кэмерон очень я люблю она и сценарист прекрасный писатель по поводу творчества если вы счастливее когда пишете чем когда не пишете когда рисуете чем когда не рисуете когда поете чем когда не поете когда играете на сцене или снимаете кино то ради бога в буквальном смысле позвольте себе заниматься этим убивать свои мечты потому что они безответственно значит безответственно относиться к себе вера в себя это касается вас и бога мнение друзей и знакомых здесь ни при чем творец создал нас творческими людьми наше творческое начало подарок данный нам бога пользуйтесь им мы пользуюсь им мы дарим в ответ признать такую сделку уже первый шаг тому чтобы признать самого себя и здесь не нужно бояться успеха да нужно просто шаг за шагом действовать и достигать желаемого и в общем то наверное это самое основное зачем вообще мы здесь для того чтобы точно наслаждаться жизнью да и жить по полной во всяком случае попробовать точно стоит и я считаю что это тоже наша обязанность заниматься любимым делами вносить вклад вот как бы в жизнь вот потому что это ваш природный ресурс да бог нам дал все эти таланты способности если мы их не используем естественно мы как бы отдаляемся от вот этого могущества от этой силы потому что точно я знаю этот секрет когда мы раскрываем себе эти творческие способности таланта мы начинаем обладать невероятной мощи невероятной силой и грех не использовать эту силу да куда-то ее там хоронить и если вы посмотрите на тех людей которые жалуются которые все время там чем-то недовольны да да и если мы посмотрим на этих людей слушайте но они точно во первых занимаются чем-то нелюбимым они несчастны потому что они не создают поэтому если в вашем окружении есть такие люди да не водите с этими людьми начните создавать и ваше состояние точно изменится да потому что вы когда начинаете создавать вот само творчество это мост да между вами и богом и и когда вы движетесь по этому мосту это действительно большое удовольствие потому что вы начинаете раскрывать себя как я не знаю как волшебный цветок вы раскрываете свои таланты способности вы становитесь больше и приходитесь приходите к себе настоящему поэтому я для тех кто кому нужна помощь в этом да пожалуйста приходите на мой курс курс стартует 4 ноября это первая часть курса на которой вы сможете посмотреть вот как раз вот где вы сейчас и какая ваша цель и пройти по этому мосту да делать вот эти первые шаги для того чтобы встать на этот путь в эту колею и чтобы вы понимали какие будут барьеры да но все равно шли к тому что вы желаете вот вот этого я вам тоже желаю жить полной жизнью пробовать и ни в коем случае не относиться безответственно к своим желаниям так что под видео есть ссылочка вы можете записаться на этот курс уже 4 ноября вы сможете стартануть изменить свою жизнь все лекции вы будете получать на канале телеграм это очень удобно потому что вы можете слушать лекции где угодно и в машине и в метро и абсолютно в любом месте и после каждой лекции вы будете выполнять практические задания обязательно потому что без практики вся эта информация она не будет работать поэтому вы можете проходить курс достаточно таком удобном комфортном режиме наслаждаться познавать себя больше и к новому году вы сможете сделать себе уже такой подарок начать делать то что вам хочется изменить свою жизнь так что спасибо вам большое за ваше внимание и всех жду на курсе спасибо всем пока пока благодарю вас за внимание и всем хорошей прекрасной волшебной недели пока спасибо 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 согласитесь спасибо